Этот ларек, где торгуют выпечкой, стоит здесь уже длительное время. Все документы у предпринимателя в порядке, да вот состояние территории вокруг объекта оставляет желать лучшего. Асфальт местами провалился, а это небезопасно для пешеходов. У них был договор аренды, но сейчас они мешают проведению капитального революционного московского шоссе. Здесь полностью будет произведено благоустройство, укладка нового асфальтового покрытия. Чтобы навести здесь порядок, договор аренды земельного участка с предпринимателем пришлось расторгнуть досрочно, что не противоречит закону. Но тем не менее, уже почти три недели 10 квадратных метров этот киоск занимает незаконно. Он был установлен в законном порядке расторгнут, давалось время на освобождение территории. К сожалению, хозяева не освободили, поэтому мы вынуждены силами департамента, силами района, силами полиции ввозить данный киоск. Киоск будет отправлен на спецстоянку. Его доставку туда предстоит оплатить хозяину. Та же судьба и у табачного ларька, что стоит по соседству, который и вовсе поставили здесь, незаконно. По словам горожан, подобные объекты только портят общую картину города. И убирать их нужно обязательно. Всенепременно и везде. Для того, чтобы у нас было чисто, чтобы у нас было цивильно, чтобы дети наши ходили в чистом городе, чтобы дети дышали чистым воздухом, чтобы у нас жило здоровое поколение. В ближайшие дни с пешеходной зоны московского шоссе уберут все нелегальные киоски. Этим также займутся специалисты городского департамента потреб рынка, районной администрации совместно с полицейскими. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.